Самарско-Тольятинский микс Елизавета Кудинова, Дмитрий Павлов в первый матч третьего этапа Кубка России по пляжному теннису выиграли не напрягаясь, рассказали чемпионы мира среди юниоров до 19 лет. Они одолели соперников из Санкт-Петербурга за два сета. После двух этапов пара из 63 региона считается фаворитами соревнований. Игра была комфортная для нас, но погодные условия в Самаре все время, когда проходит Кубок России, все время сильный ветер и на стороне по ветру очень трудно забирать гейм. Мы здесь тренируемся, это наш корт, мы знаем площадку, поэтому мы, мне кажется, лучше чувствуем корт, чем они. Кубок России по пляжному теннису проходит в Самаре уже в одиннадцатый раз. В Самаре уникальная набережная, уникальные условия, уникальный пляж и проведение таких соревнований, оно происходит, как бы, естественно, Самара сейчас один из ведущих городов по проведению соревнований по пляжным видам спорта. Поэтому неудивительно, что Кубок России в нашем городе – это мероприятие ежегодное, это способствует тому, чтобы пляжный теннис развивался в нашем городе. Ветераны самарского тенниса от нового вида спорта в восторге. Когда он появился в нашем городе 12 лет назад, они и не предполагали, что он так быстро станет популярным, и Самара будет одним из центров развития пляжного тенниса в стране. Первые пляжные теннисисты пришли из так называемого «большого тенниса». Первый турнир взяли своих спортсменов и сказали участвовать, участвовать, участвовать. И теннисистки, особенно молодые, конечно, они все с удовольствием участвовали и даже заняли хорошие места. И тут потянулись, конечно, за ними все остальные. Мы очень рады, что мы имеем эту возможность здесь проводить, что это видят горожане и тянутся к спорту. Кубок России по пляжному теннису проходит в личном зачете. Играют мужские, женские и смешанные пары. За Самарскую область выступают порядка 40 спортсменов. Свои силы в этом турнире пробуют юниоры. Однако медальную копилку регионы, естественно, пополняют наши звезды – чемпионы, а также призеры страны и мира. Уровень турнира на самом деле высок. Мы на этом турнире рассчитываем на медали. Будем надеяться, что у наших ребят все получится, поскольку у них было время на подготовку на родных кортах. Кубок России по пляжному теннису проходит не одним турниром в Самаре, как обычно, а четырьмя отборочными этапами в разных городах нашей страны. Где на каждом спортсмены поднимаются на пьедестал почета и зарабатывают рейтинговые очки. Финал сильнейших пройдет в ноябре в Москве. Пляжный теннис – еще ребенок, но очень динамично развивающийся. И благодаря таким регионам, где есть инфраструктура – это Самара, Рыбинск, Санкт-Петербург – это наши столпы пляжного тенниса, где проходит большинство серьезных соревнований. Пляжные теннисисты рады, что теперь они играют не только за награды и спортивные звания. С этого сезона победители и призеры Кубка России получат денежное вознаграждение. Правда, по сравнению с теннисистами оно чисто символическое. Призовой фунт турнира – всего миллион двести тысяч рублей. И по традиции обладатели Кубка поедут на международные старты. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.